Сколько живет пчела? Пчела – насекомая с относительно незначительным сроком жизни. Однозначно сказать, сколько живет пчела, сложно. Этот временной отрезок находится в подчинении многочисленных факторов, оказывающих влияние на длительность трудовых дней насекомого. Так сколько же живет пчела? Полгода или год? Может 5 или 10 лет? К сожалению, нет. Возможный срок жизни пчелы исчисляется месяцами и в большинстве случаев всего одним. Основная причина такой кратчайшей жизни – усиленная работа, выращивание деток, чистка улья, сбор пыльцы, нектароу, производство меда. Интересный факт. Пчелы в неблагоприятных семейных условиях способны прожить до 12 месяцев, в частности при отсутствии матки. Продолжительность жизни рабочей пчелы. Рабочие пчелы – это женские существа, в силу физиологических особенностей у них отсутствует способность к размножению. Именно из них состоит большая масса пчелиной семьи. Они выполняют множество функций, осуществляют сбор нектара и пыльцы с цветков, доставляют воду для всей пчелиной семьи, строят соты, осуществляют уборку в ульи, создают необходимый микроклимат, охраняют свое жилище, обслуживают маток трудней, личинок. Рабочие пчелы на то, сколько времени живет рабочая пчела, влияет множество факторов, климатические условия среды обитания, временной. Период выводка, сезон года, интенсивность, количество выполняемой работы, питание, условия зимовки. Длительность жизни рабочей пчелы во многом зависит от времени появления на свет. Осы, появившиеся на свет в весенний период, способны прожить до 35-40 дней. Летняя пчелка, июньская, возможно, проживет до 30 дней. Осенние живут дольше, до полугода, года. Сколько живет медоносная особь? Долгота жизни медоносных особей существенно зависит от климатических условий. Например, теплые денечки и комфортная летняя погода дают возможность пчеле чувствовать себя комфортно и работать спокойно в течение 35-45 дней. У перезимовавших медоносов срок жизни гораздо меньше 25-30 дней. Зимние и летние особи не занимаются выращиванием расплоды и спокойно могут прожить 2 месяца. Если по осени было выкормлено существенное число расплода, то весной пчелка гибнет быстрее, чем больше сил она затратила, тем короче стала ее жизнь. Медоносные пчелы, народившиеся в конце лета, гораздо прожить всю осень, треть из которых спокойно переходит на зимние месяцы. Медоносная пчела пчелы, выведенные в конце октября, переходят в зиму, большая их часть погибает в самом начале весны. На это влияет несколько факторов – ночные понижения температуры, недостаточность пыльцы, отсутствие взятка, ослабленный иммунитет. Сколько живут пчелы в ульи? Живут насекомые считанные дни, ввиду этого весьма респектабельно организовать ульи правильно, своевременно осуществлять разделение. Освей неусыпно блюсти за состоянием пчелиного домика. На вопрос, сколько лет живут домашние пчелы, целесообразно дать следующее пояснение. Прежде всего, огромная доля энергетических затрат идет на беспрерывное выращивание новых особей в летний весенний период. Чем больше потрачено сил пчелой, тем меньше она проживет. Примечание – ежедневные выводы к особей в период образования семьи может достигать до 2000 единиц. Труднее это мужские представители семейства. Их единственной задачей является оплодотворение матки, в остальных занятиях по улью, медосбору они не участвуют. Без помощи других они даже не годятся, для самостоятельной добычи пропитания пожирают резервы рабочих пчел. Но даже минимальные затраты энергии не дают рутням шансов подольше пожить. Их жизнь имеет куда более сжатые сроки, чем у рабочих пчел. Трудень рождается на свет только в самом окончании весеннего периода, поскольку в иные времена года улей в них не нуждается оплодотворять матку трудни готовы на 10-13 день своей жизни. Выбросив сперми, особь умирает. Большинство трудней погибает еще в схватке за матку. Особи, которые не погибают в бою и не участвуют в оплодотворении и подвергаются изгнанию из улья, лишь несколько оплодотворителей оставляют прозапас. Интересно, в среднем жизнь трудней не превышает два месяца. Матка-матка, в отличие от всех остальных, живет в разъедальше. Хорошие условия и сильная семья дают возможность матке прожить до 5 лет. Данная пчела не трудится, только производит потомство. Все члены пчелиной семьи заботятся о ней, охраняют, кормят. Вся еда матки – маточное молочко, самый ценный, богатый нутриентами, белками продукт. Если матка будет более интенсивно нести яйца, то она быстрее износится и срок ее жизни не превысит 2-3 лет. Филонить пчелам-маткам тоже нельзя, ведь рабочие пчелки тщательно следят, чтобы они качественно выполняли свои обязанности при несоответствии. Ее заменяют на заранее подготовленную маточку. Сколько живут пчелы в природе? Продолжительность жизни пчелы в природе зависит от некоторых условий времени года. Зимой особи живут гораздо дольше общественной категории «матка» живет дольше всех, трудящиеся пчелки меньше всех, силы пчелиной семьи, в слабых особей умирают быстрее, количество собранного нектара, произведенного меда, чем интенсивней труд, тем короче жизнь. Пчела, кроме того, существуют определенные нюансы, благодаря которому создателям меда существенно продлевается срок жизни не менее плодоносящей матки. Труд не имеет возможность длительный срок почивать в пчелином домике, находясь на полном обеспечении рабочих пчел в интересах сохранности возможности оплодотворения появившейся матки. Кроме того, намного больше обычного способны прожить и рабочие пчелы, поскольку у них существенно сохраняется функциональность, не тратятся силы на уход за потомством. Матки – долгожители, прожившие более пяти лет. Если в условиях улья рекомендуют менять матку каждые один-два года, то в природе это не соблюдают. Имейте в виду, что чем старше матка, тем хуже становится процесс размножения, потомственно рождается все больше трудней. Дольше всех в условиях дикой природы живет матка, она гораздо прожит до семи лет. Жизненный период рабочих пчел и трудней в природе фактически не отличается от срока жизни о домашненных насекомых. Сколько живет пчела после укуса? Зачастую появление пчелы вызывает у людей страх, и они пытаются отогнать ее, размахивая руками, с подручными предметами, не понимая, что делают только хуже, они показывают пчелам, что агрессивно настроены и сами же привлекают внимание пчелы, ведь не нападают просто. Так они, мирные насекомые, занимаются своими делами. Срок жизни укусившей пчелы очень коротенький, не превышает 2-3 часов. Есть информация, что пчелы оставались жить и трудились в обычном режиме после укуса, но данный факт не подтвержден. Почему же наступает смерть пчелы после укуса? Все достаточно просто. Вонзив жало в упругую кожу человека и выпрыснув яд, насекомое активно будет пытаться достать его обратно. Но у него это не получится. Жало прочно застревает в теле жертвы и вытащить его можно только с помощью пинцета, либо других средств. Вместе с жалом в человеке остаются ядовитые железы и часть кишечника, поскольку рана получается довольно обширный, шансов выжить у пчелы практически нет. Интересный факт, пчелы никогда не укусят, если их брюшко достаточно заполнено медом. Кроме того, матка не ужалит, если даже над ней издеваться, она пускает в ход свое жало только при встречах с соперницей. Все сроки продолжительности жизни этих насекомых достаточно условны. Чтобы обеспечить долгую жизнь своей басеке, прежде всего, необходимо правильно заботиться о пчелах, создавать все необходимые условия. Точка.